Вот так мини-гостиница «Веладжио» выглядела еще неделю назад. 11 номеров, в том числе два двухкомнатных полулюкса и ресторан на первом этаже. Теперь здесь работает строительная техника. Забор исчезает за пять минут. Еще десять уходит на то, чтобы расчистить дорогу для трактора. Пока ковшом ломают пристрой, внутри завершаются последние подготовительные к сносу работы. В целях безопасности здесь уже демонтировали все коммуникации – водопровод, электричество, газ. Самое сложное – полностью здание демонтировать. Потому что сблизи находятся объекты, которые должны пострадать от производства наших работ. Тут масса нарушений, поэтому, в принципе, выполнение работы очень сложное. Решение о сносе этой незаконной постройки суд Кировского района Самары принял еще в 2016 году. Но владелец здания никак на это не реагировал. Судя по еще сохранившимся элементам декора, ремонт здесь был не так давно. А постояльцы и сотрудники вместе с мебелью съехали всего несколько дней назад, оставив тут только перепуганную кошку. Должнику вручалось требование об исполнении решения суда, но должник решение суда не исполнил. В связи с чем к нему применены меры административной ответственности и наложен штраф. Как технические работы будут выполнены по сносу самовольно возведенной постройки, судебным приставом исполнителям будет вынесено соответствующее постановление о взыскании расходов в совершении исполнительных действий. И данные расходы будут взысканы с должника. Снос зданий обойдется в 3 миллиона рублей. Кадастровая стоимость самой постройки 15 миллионов. Рыночная примерно в два раза выше. До конца года в Самаре в общей сложности снесут 7 незаконных построек, среди которых кафе, гостиницы, павильоны и более 50 металлических гаражей по 20 адресам.